В этом уроке я покажу, как создать всего в несколько шагов, за несколько шагов реалистичный огонь. Почему мне так весело? Потому что подошел ко мне мой брат и сказал, представляешь, а он играет в знаменитую игру World of Warcraft, и сказал, представляешь, как называется гильдия? Я говорю, как? Чая нет. А как, говорит, персов называется, представляешь? Чебурек. Вот поэтому, чая нет, чебуреки без чая. Ну ладно, давайте дальше посмотрим, что мы здесь сегодня узнаем. Применим также наш любимый фильтр Render Cloud, создаст текстуру, также Difference Cloud, создаст определенную текстуру для этого огня. Как вы видите, здесь огонь довольно-таки интересный получился в том, что, естественно, профессионалы могут поспорить, это же не реалистичный огонь, но очень интересный эффект, и стоит заметить данные, данные сочетания, например, фильтров и корректирующего слоя. Я думаю, если вы примените, сразу поймете, в чем тут суть. Давайте начнем его создавать. Ctrl-N И напишем Real Fire Меняем, то есть забиваем имя для нашего файла, 1920х1080 размер и разрешение 300. Нажимаю ОК. Так, создам, естественно, черный бэкграунд. Нажимаю D по умолчанию, цвета становятся черный и белый. Alt-Backspace Или вот эта ведерко, смотрите, вот эта ведерко заливает слой. Если вы не любите пользоваться горячими клавишами, мне, конечно, это очень нравится, потому что ты вообще не отвлекаешься от процесса. Ну, назовем его BG, Background. Теперь создадим новый слой и создадим нашу текстуру под огонь. Давайте нажмем Filter, Render, Cloud. Вот так. Filter, Render, Cloud. Теперь дальше Filter, Render и Difference Cloud. И теперь, чтобы создать такую текстуру огня, нужно нажимать Ctrl-F, то есть повторять данный фильтр столько раз, сколько необходимо для создания этой текстуры. Давайте я буду делать и комментировать Ctrl-F, но сейчас уже лучше. Ctrl-F, это не похоже, это более-менее похоже. Ctrl-F, Ctrl-F, это уже не похоже. Вот так. Второй, конечно, больше понравилось. Сейчас посмотрим. Упс. Сдвинулся панелька с History. Сейчас будем смотреть. Можете вот так смотреть, то есть отменять свои действия и смотреть, какой больше вам понравился. Сейчас, конечно, нужно больше белых участков, но они почему-то все сверху и сверху. Так, давайте отменим полностью до создания BG. То есть Fill Layer. Так, название слоя и New Layer. Вот здесь. Напишем Cancel. Вот здесь обязательно щелкайте, чтобы не появились эффекты слоя и переменуйте Fire. Так, и теперь, вот сейчас фильтр. А вот здесь перемените черный и белый цвета на X. X нажмите, вернее, и перемените черный на белый. Может быть, получится лучше. Я показываю процесс именно эксперимента, чтобы вы поняли, что не так как бы все и сложно, и в то же время не так все однозначно. То есть, имея дело с фильтрами, вы можете получить всегда разный результат. Теперь давайте фильтр Render Difference Clouds и теперь Ctrl-F. Нажимайте, смотрим. Ну, вроде уже получше. Ctrl-F, Ctrl-F, Ctrl-F. Ctrl-F, Ctrl-F, Ctrl-F. Ctrl-F. Ну, давайте вот оставим тогда вот такую текстуру. Вроде получше получилось. Так, сейчас я Ctrl-F. Раз, два, три, четыре. Нет, отменяю. Раз, два, три, четыре. Сделайте так, чтобы вам понравилось, например... Ну, сейчас вы увидите, лучше не объяснять, конечно. Давайте дальше продолжим. Сейчас нужно закрасить вот эту половину, чтобы у нас, половину изображения, чтобы у нас получился именно огонь снизу вверх, идущий. Нажимаем на маску, вот сюда, маску слоя, выбираем Brush, Brush, B на клавиатуре, или здесь в этой панели, нажимайте. Так, и выберем примерно 100 пикселей кисть мягкую. И теперь давайте будем закрашивать, то есть те места, оставлять более такие светлые места, но, естественно, темные тоже будем оставлять. Ну, смотрите, я сейчас буду делать и комментировать. Вот так я ставлю, вот так, вот такое пламя будет. Естественно, хорошо, когда у нас получится вообще какое-то разнообразное, не... Не, стандартное, тоже будет хорошо. Вот так. Я как бы сейчас отмечаю границу пламени. Как вы поняли, да, надеюсь. Вот так вот. Я отмечу, пусть оно будет вот такое, посмотрим, что получится. Так. Так. Смотрите, я закрашиваю именно кистью мягкой и черного цвета, потому что черный цвет, работая с маской, он закрашивает изображение, а белый цвет возвращает. Теперь я беру инструмент вот такой, полигонал ласо, и быстренько закрашу остальной верхний участок, чтобы не щелкать или не закрасить случайно нужный участок данного изображения. Так. Хорошо. Alt-Backspace. Ctrl-D. Снимаю выделение. Давайте сделаем отпечаток видимых слоев с помощью сочетания клавиш Ctrl-Alt-Shift-E. И полностью вот такой отпечаток получится. А, подождите. Подождите. Я вам хотела же показать, как именно с маской работать и что я хотела добавить. Я сейчас кисть оставляю и меняю на белый цвет. И хочу, естественно, меняю прозрачность кисти, видите, чтобы сделать вот такую текстуру. Огонь же он не всегда такой однородный, поэтому вот так сделаем. А это будет гораздо, конечно, лучше. Более естественнее, чем вот такие банальные языки пламени. Так. Сейчас нажимаю на X и здесь также я вот эту однородность, уберу вот эту текстурность, сделаю ее менее однородной. Вот так. Так, X, так. Меняю опять на белый, как вы видите, соединяю вот так, чтобы было, было вот так вот. В то же время это одно целое было, но не совсем одной прозрачности. Ну вот так, я думаю, хорошо будет. Вот теперь можно сделать отпечаток Ctrl-Alt-Shift-E. И сейчас к данному слою можно вот BG переместить между этими слоями. Здесь у вас всегда заготовка остается, а здесь видите фон и уже отпечаток этих слоев. Почему нам это нужно? Потому что мы сейчас будем применять новый инструмент для вас. Это фильтр Liquify. И теперь смотрите, здесь вот такие есть инструменты. То есть смещение, здесь реконструкция. Это сворачивает в такой, как бы получается, водоворот или как можно назвать, такую спираль. Здесь уменьшает изображение. То есть деформация такая происходит более, скажем, реалистичная, то есть естественно, без искажения изображения и так далее. То есть сейчас мы остальные инструменты не будем применять. На данный момент нам нужно вот этот инструмент, то есть смещение. Мы сейчас будем смещать и более реалистичным делать вот такие данные языки пламени. Создавать вернее. Сильно не хотелось бы, конечно, текстуру, но нужно ее немного сделать вот так, похожую на пламя. Смотрите, видите, я языки пламени создаю с помощью Liquify, то есть вот такого интересного инструмента Photoshop. Можно менять размер кисти. Сейчас я покажу. Я сделаю вот так. Поменяю размер кисти на меньший. И сделаю вот так. Сильно узкие языки пламени не будут смотреться. Я уже поняла, поэтому я делаю вот так. Можно немного смазать вот эту текстуру, которая у нас получилась с помощью фильтров, увеличив размер этого. И немного. Как бы смазать, давайте возьмем поменьше. Это было 300, а сейчас надо взять примерно 150 или 130. Но сильно не смазывайте, потому что однородная текстура должна, конечно, оставаться. Вот так вот, как будто он двигается в движении. То есть мы придаем более естественное изображение огню. Вот видите, не только языки пламени создадим, а вот такие движения данного огня. Ну, я думаю, неплохо получилось. Вообще полностью неплохо. Принцип вам понятен. Я думаю, будет интересно экспериментировать. Нажимаем ОК. Это всего лишь, как вы видите, я применяю третий фильтр. То есть мы создали фон, создали облака, потом с помощью Difference Clouds подобрали текстуру, которая нужна. И потом закрасили половину. И сейчас с помощью Liquify, то есть вот этого инструмента Filter, который новый для вас, искажение изображения, мы создали вот такую основу, огонь. И теперь на прошлом уроке вы знаете новый корректирующий слой. Это вот сюда нажимаем и нажимаем на Gradient Map. То есть вот корректирующий слой Gradient Map. Тоже очень интересный инструмент. Смотрите уже, какой фон тоже интересный получился. И здесь мы окрашиваем изображение просто одним корректирующим слоем. Как и с инструментом Color Balance. Просто давайте выберем вот такой градиент. И сейчас просто его отредактируем. Подвинем вот сюда ползунок оранжевый. Сюда желтый. Так еще. И здесь добавим. Просто щелкайте вот такой, видите, появляется палец. И он добавляет Ctrl-Z от меню. И он добавляет один цвет в градиенте. Этот цвет, естественно, угадайте, должен быть черным, да, как фон. Естественно. Окей. То есть здесь, видите, тоже очень интересный инструмент. Градиент Map в том, что он окрашивает сразу ваше изображение. То есть в один шаг и в то же время во сколько цветов вы захотите. То есть можете поэкспериментировать с данным инструментом. И, естественно, нам нужно добавить очень светлые участки и поменять вот этот оранжевый цвет на белый. Вы также можете взять любой градиент и добавить цвета, которые нужны. Ну, естественно, оранжевый хотелось бы сделать немного потемнее. О, вот это очень хорошо получилось. Так гораздо лучше. Окей. Вот, в принципе, огонь окрашен. Сейчас посмотрим, что тут у нас нужно поменять. Немного белого цвета добавить. Вот так вот. Окей. Вот смотрите, наш реалистичный огонь готов. То есть если сравнить с моим предыдущим огнем, как вы видите здесь, я очень хорошо исказила с помощью Liquidity. Liquify. Вот так вот это произносится. То есть этот фильтр искажения. И посмотрите, как вам больше нравится. Например, вы можете также подкорректировать с помощью этого инструмента. Например, нажмите опять же на этот слой и примените этот фильтр. И с помощью, смотрите, того же инструмента искажения мы можем добавить уже искажения, которые вам нужны. Но сам принцип, конечно, этот уже понятен, я думаю, для вас. Он очень будет актуален, потому что здесь есть и все, и текстурность, и объемность данного огня. Видите, каждый раз, применяя фильтры Clouds, у вас создается вот такие рандомные изображения. То есть это очень тоже интересно поэкспериментировать. Окей, нажимаю. Ну вот так, видите, я немножко исказила. Можете несколько раз применять фильтр, но так вот здесь, вот так сделать немного. Давайте зажмем. Видите, каждый раз, когда получаются разные результаты, всегда нужно по-разному и действовать. Потому что мне в предыдущем изображении хотелось оставить текстуру полностью. Вот видите, Real Fly. А здесь приходится вот так вот полностью подкорректировать, потому что немного другой рисунок. Ну вот, смотрите, в принципе, изображение готово. Сейчас я быстренько опять хочу. Окей, это мне не понравился участок. Вот так его обратно верну просто и все. Вот так сделаю. Окей. Отлично. Вот, здорово. Вот, реалистичный огонь готов. Давайте сохраним изображение. Ctrl-S сохранить как в PSD формате. Естественно, надо делать это заранее. Но, естественно, можно и сейчас. Лучше поздно, чем никогда. Нажимаем сохранить. Cancel. Так, у меня уже есть такой файл. Давайте сделаем. Добавим двойку. Сохранить. Ctrl-S сохраняет. И сохраняем уже в формате, например, JPEG для того, чтобы размещать в интернете или где вам нужно сделать обои на рабочий стол и так далее. Ctrl-Alt-F и S. Ой, Shift, извините. Ctrl-Alt-Shift и S. И вот здесь выбираете формат. Ну, смотрите, какая текстура получается. Вот, смотрите, даже квадрат. Беря квадрат, вы уже получаете вот такой хороший фон. Нет, здорово. Вообще здорово. Пожалуйста. Всего несколько шагов. Нажимаете на Save и папку выбираете, которую вам нужно. Вот здесь вот, там, на рабочем столе или где. И нажимаете Сохранить. Окей. И вот наш урок готов. С помощью трех фильтров мы создали реалистичный огонь. Естественно, с помощью корректирующего слоя и градиент мэп. Нового для DAS инструмента. Мы применяем его уже второй урок. Отличнейший инструмент. Мне он очень понравился. Ставьте лайки. Они мне тоже очень нравятся. Всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok